На улице теплеет и из-под снега уже начали появляться. Впрочем, не будем вдаваться в подробности. Теперь на смену жалобам на нечищенную наледь пришли другие претензии. За мусор полагается штраф и административно-техническая инспекция отправилась в рейд, дабы найти и наказать нарушителей. Компанию им составила наша съемочная группа. Сотрудники административно-технической инспекции проводят проверки, в ходе которых выявляют нарушения по благоустройству, например, припаркованные на газонах машины или мусора во дворах. Ежедневные инспекторы рассматривают до полусотни объектов, территорию магазинов, кафе и так далее, а также вокруг жилых домов. Плохо, конечно, это грязь, где он весь этот самый, детям, такой греб, послезимый. Выявить нарушение – это полдела. Нужно еще найти ответственных и вынести им для начала предупреждение. В ходе визуального осмотра территории восьмого комплекса был зафиксирован факт нарушения правил благоустройства, а именно прилегающая территория к торговому объекту не очищается своевременно от мусора. Также стены здания, сооружения не очищаются от печатной продукции и в свое время не очищаются от граффити. Собственнику этого здания было вынесено предупреждение. Он пообещал привести все в порядок. Через неделю этот объект снова проверят. И если собственник магазина не сдержит слова, то будет составлен протокол. В отношении должностных лиц предусматривается штраф от 15 до 30 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф составляет от 30 до 50 тысяч рублей. Сама административно-техническая инспекция работает уже три года. Сегодня на пресс-конференции в мэрии ее руководитель рассказал об итогах по первому кварталу 2016-го. Обследовано более тысячи объектов, осмотрено и составлено более 400 протоколов. Ну, а если перевести это в рассмотренные штрафы, постановление санкций, это уже где-то более 2,5 миллионов рублей штрафных санкций. С каждым годом показатели только растут, отметил Айрат Насыбуллин. Немалый вклад в эффективную работу инспекции вносят и сами рядовые челнинцы. Ведь большую часть нарушений выявляют именно они. Фиксируют, оставляют жалобы и размещают через приложение «Народный инспектор». Ольга Шапкина, Андрей Буслаков, Радик Ганеев, РЕН-ТВ, Набережные Челны.